10 тупых способов, с помощью которых школы стараются сэкономить деньги. Когда по какой-либо причине происходит сокращение бюджета, школы, как правило, первыми попадают под раздачу. Поэтому, когда школе нужны деньги, она может пойти на отчаянные меры, пусть даже и на идиотские. Вот 10 способов, с помощью которых школы пытались сэкономить деньги. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать новых видео. Подтасовка результатов тестов Чем выше результаты стандартизированного теста, тем больше денег получит школа. Хотя кажется очень нелогичным, что самые слабые школы получают самое маленькое финансирование. Чтобы получить высокие результаты, а значит и больше денег, школы начинают обманывать систему, предоставляя ненастоящие результаты тестов. Школы городов Атланты и Балтимора были уличены в подмене результатов. Руководство вручную исправляло неправильные ответы студентов, чтобы тесты были сделаны правильно. Невыполнение ремонта Школы должны находиться в прекрасном состоянии, чтобы ученики могли получать знания в безопасности. Однако, когда урезается финансирование, школам приходится экономить на ремонте, чтобы тратить деньги на первоочередные нужды. Однажды учителя из Детройта опубликовали фотографии школы, в которой им приходится работать, чем сильно шокировали общественность. Плесень на стенах, отсутствие питьевой воды, отсутствие туалетной бумаги, туалеты в аварийном состоянии. Все это было сигналом тревоги, что правительству пора понять, что урезание бюджета зашло слишком далеко. Школьные автобусы Если вы уже взрослый, то наверняка помните, как вас забирал автобус в школу. За тот запоминающийся школьный автобус платило правительство, чтобы школьники могли добраться на занятия. Однако сейчас школы начинают взимать плату за проезд с учеников, чтобы заработать. Сколько стоит поездка? В некоторых районах нужно платить по 500 долларов в год. А кое-где полностью отказываются от автобусов, чтобы не тратить на них деньги. Реклама В школе всегда много людей, и большие компании хотят на этом нажиться. Школы украшают автобусы рекламой, а иногда реклама появляется даже на шкафчиках и стенах здания. Поскольку школы сильно нуждаются в деньгах, предоставление места под рекламу немного облегчает их существование. И мало кого волнует, что школьникам приходится гулять по уменьшенной копии Times Square. Сдача в аренду школьной собственности В школах есть много полезного оборудования. Например, копиры, факсы и даже парковочные места. Школьный округ в Техасе смог заработать десятки тысяч долларов, когда разрешил муниципальным властям делать копии документов на своих аппаратах. Они также заработали 87 тысяч долларов, сдавая парковочные места в аренду местным офисным работникам. Поскольку рядом с футбольным стадионом просто шикарная парковка. Учителя-студенты Фраза «учитель-студент» может навести на мысль об энергичном молодом учителе, который хочет получить побольше опыта, прежде чем полноценно приступит к работе. Но на самом деле мы имеем в виду школьников, которых просят вести уроки. Некоторые школы так сильно экономят на персонале, что просят своих же учеников вести уроки. И школам это не стоит ни гроша. В Детройте один восьмиклассник несколько месяцев ввел урок математики. Найми ребенка Похоже, школы, желающие сэкономить деньги, считают нормальным, когда ученики выполняют неквалифицированную работу. Некоторым школам удавалось собрать средства с помощью своих учеников. Сейчас проводятся программы, например, найми борца или найми студента, когда ученик за деньги выполняет какую-либо несложную работу, вроде работы в саду или уборки. Но заработанные деньги уходят школе. Добровольно-принудительные поборы Когда наем учеников не приносит результатов, школы могут прибегнуть к следующему действенному способу сэкономить деньги. Принуждать учеников или их родителей платить за услуги. Плата за спортивные уроки, обеды и даже парковочные места и шкафчики приносят школам солидную прибыль. В Аризоне занятие волейболом ученикам Объединенного школьного округа города Морана стоило 250 долларов в счет налоговых льгот. И если ученики отказывались платить, их физически наказывали. А школа в Нью-Джерси даже угрожала позвонить в органы опеки, если родители отказывались оплатить долг в 100 тысяч долларов за обеды. Обеды Кстати, о питании. Похоже, что по всем Соединенным Штатам школьные обеды становятся все дороже, однако качество еды, напротив, становится хуже. Школы округа Хокинс в Теннесси попали в центр внимания после того, как стало известно, что мясо в школьной столовой годами лежало в холодильнике. А работникам столовой было приказано соусом замаскировать вкус мяса. Но благодаря социальным сетям ученики постоянно выкладывают фото отвратительной еды в интернет, хоть у этого могут быть серьезные последствия. Ночной клуб Днем с понедельника по пятницу Институт технологии и науки в Филадельфии является привилегированной школой. Вечером же и по выходным его столовая превращается в ночной клуб «Дамани». Такое нестандартное использование школьного помещения приносит деньги. Однако клуб «Дамани» попал в неприятности не только потому, что продавать алкоголь возле школы незаконно, но и потому, что у клуба истекло разрешение на продажу крепких спиртных напитков. Сейчас же у клуба новое руководство, которое занимается приличным бизнесом. А что вы думаете об этих способах обеспечить детей образованием? И пока вы тут, зацените другие видео, поставьте лайк под этим роликом и подписывайтесь на Альбу. Тут вас ждет больше странностей каждый день. Пока!